Горбачев Поздно вечером в кабинете генсека он дает ответ. Ухожу по состоянию здоровья. На следующий день Алиева лишают всех кремлевских привилегий. Государственные дачи, персональные машины, прислуги и охраны. Спустя неделю его увозят в клинику с диагнозом обширный инфаркт. Три месяца на больничной койке. В соседней палате лежал писатель Альберт Лиханов. С Алиевым они были знакомы давно. Я вечером к нему пришел, постучал и увидел Гидара Алейча в маленькой комнатушке, маленькой палатке. В общем, эта картинка до сих пор у меня. Какой-то был мрачный свет, лампочки какие-то тусклые. Какая-то была такая картинка бедности, угнетенности, картинка полного несчастья. У Алиева крепкий организм, стальная воля и главная невероятная интуиция, которая подсказывает, надо продержаться, надо победить болезнь. Он еще вернется. Его люди, очень многие люди предавали, близкие люди. Ну, как бы, я еще маленькая была, я уже больше это потом осознавала. Но люди, которые клялись, что вот лучше вас нет, мы жизнь готова, шли за спиной, делали такое. Но, наверное, в политике это просто неизбежно, потому что без этого как бы надо просто верить в свои силы и доверять только себе и самым близким людям. Бывший руководитель Азербайджана, бывший член политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев, живет в московской квартире, считая все случившееся личным оскорблением. И ждет момента, когда можно будет оскорбление смыть. И этот момент настает. Череда кровавых событий в Баку, погромы, военное противостояние с Арменией из-за Нагорного Карабаха. Экономика Азербайджана на грани катастрофы. Закрываются предприятия, безработица и обозленный народ. Партийные лидеры, сначала Абдурахман Визиров, затем Айас Муталибов, ставленники Москвы, в республике крайне непопулярны. Оппозиционный правящий верхушки Народный фронт Азербайджана ищет нового спасителя нации. В это время Горбачев лично запрещает Алиеву уезжать из Москвы. За его квартирой установлено круглосуточное наблюдение. Фактически это домашний арест. Опытнейший политик и проницательный человек Гейдар Алиев понимает, именно сейчас у него есть верный и, возможно, единственный шанс вернуться во власть. Надо только рискнуть. И он рискует. Резкая критика Горбачевского курса, демонстративный выход из КПСС и, главное, Алиев публично объявляет себя сторонником независимости Азербайджана. Через много лет в интервью телекомпании «Совершенно секретно» Гейдар Алиевич так объяснил свою позицию. Я твердо был убежден, что Советский Союз не сохранится. И я выступал против сохранения Советского Союза, когда был всенародный референдум по сохранению Советского Союза. Это было в марте 1991 года. Тогда уже Советский Союз разрушался. В июле 90-го, несмотря на домашний арест, Алиев неожиданно объявился в Баку. Как ему удалось уйти от слежки КГБ, он никогда не рассказывал даже самым близким людям. Говорил только, что вырвался из Москвы чудом. Столица Азербайджана поразила его. Вместо цветущего спокойного города прошлых лет Алиев увидел разгул преступности, мрак неосвященных по ночам улиц, нищету и толпы беженцев. Очень скоро беженцам пришлось стать ему самому. Жил на квартире своего брата, потом на четвертый день мне сообщили, что какие-то бандиты окружают, естественно, по указаниям руководства тогдашнего, руководства республики, окружают дом и будут обстреливать дом. Зачем же подвергать риску этих жителей? Ну, давайте лучше уезжайте отсюда. И уехал. Улетел отсюда, между прочим, тайно. Тогда еще были маленькие самолеты, Як-40. Тайно сел, улетел, и на Хачеване никто не знал, что я лечу туда, я прилетел. И через час, конечно, в общем, это стало сенсацией. Он вернулся в Азербайджан в 90-е годы, период, когда просто самый тяжелый, самый, как бы, нестабильный для Азербайджана. Это как бы он ехал чуть ли не вообще, ну, непонятно куда. И в этот период он сам по собственной воле вернулся. И как бы он знал, что это его родина, и он должен в тяжелое время быть там. Я делал. Продолжение следует...